шалам дорогие друзья мы продолжаем с исправление мира и сегодня мы будем разбирать немного больше о торе и на прошлом уроке я рассказал что тора это был некий абсолютно новокачественный уровень раскрытия бога самого себя или света божьего для человечества и в некотором смысле это можно также обозначить той молитвой который позднее много позднее молился еще говоря и да будет воля твоя на земле как и на небе то есть вавилоном тьма покрыла туман конфуз заблуждение покрыл все человечество во враме начал приходить свет одно один уровень восстановления и вот через мошей через дарование торы всему народу я прошлый урок рассказывал что тура это не закон закон часть туры тура составляет из себя намного более объемная это некая движущая сила всего творения на ней все творение зиждется и сегодня мы будем продолжать и я хочу сказать что когда народу израильский народ принял слово от господа и тору принял как часть себя как бы через дарование этой торы народ стал соработником господа бога на земле то когда народ исполнял эту тору то он как бы незримо а иногда из рима влиял на весь мир чтобы просвещать его и даже бывало что когда из-за неправедности израиля народ рассеивался в других народах то как сказал очень интересно недавно один автор когда израиль в наказание был посреди других народов то он на себе показывал что праведные суды божьи это с одной стороны а с другой продолжал исправляться и нес уже в эти народы свет свой и так еще несколько слов я хочу поговорить про торе про тору чтобы возможно разрушить некоторые стереотипы потому что в определенных кругах христианского мира на протяжении десятилетий выхолощивалось значение и понимание слова тора хоть если говорить честно в исторической церкви в исторической церкви к закону или кто ре относились намного с большим пониманием чем во многих протестантских движениях современных сегодня я вам дам пример и как бы ответ на этот пример многие сегодня когда слышат слова слова закон муж и у них это ассоциируется с дремучей религией скажем фарисеев и даже приводится пример ну не будьте такие как фарисеи гробы окрашены и прочее но в таких случаях забывается такая интересная история в луке 4 главе что когда наш господь вышел после испытания куда святой дух его завел в пустыню чтобы он там был испытан от дьявола и он вернулся в галилею откройте лугу 4 главу и там почитайте что весть аешуа разнеслась в галилее и он как обычно по обыкновению то есть каждую субботу его звали посетить какую-то синагогу в те дни в израиле было много движений иудаизма самое большое было фарисейская и синагога или бейт кнесет это были молитвенные дома именно фарисеев и мы видим что с одной стороны как бы еще обличал очень жестко фарисеев но мы должны понять что в тех диалогах и фарисеи обличали друг друга тоже и более поздние книги описывали что многие фарисеи вели себя ужасно как лицемерно но мы видим что фарисеи звали ешуа проповедовать своих синагогах если бы он самого начала милат хила был бы еретиком то кто бы его позвал если мы знаем что такие ретик как мы позовем свою общину а здесь же мы видим что он был приглашаем и прославляем за то что он совершал особенные дела в синагогах другое такое лжемнение это когда говорят вот у вас есть закон 613 заповедей там шаг вправо шаг влево карается там расстрелом ну я утрирую понимаете меня на самом деле это не так и закон это да были определенный формат требований чтобы народ жил в соответствии с божьим стандартом но господь не скидывал с весов слабости человека именно для этого запомнить это выражение он привел компенсирующие жертвы чтобы когда человек если согрешают приносил какого-то вида жертву и как бы баланс возвращался к нему своеобразным образом ну только намного большем уровне жертва еще работает для нас совершенно так сегодня поэтому когда мы получив избавление и прощение во имя господа еще о иисуса христа и продолжаем грешить вот тогда эта компенсация не работает и мы выставляемся грешниками перед богом есть еще такое вот выражение вы евреи должны были оправдываться исполнением митцвод заповедей на самом деле никогда никогда такого требования господь бог не выставлял нас для израиля для еврейского народа исполнять заповеди это было все равно что тебе отец чего-то сказал и ради послушания отцу ты делаешь это но это не обеспечивает тебе воздаяние от отца мы всегда как израиль во все дни древние в дни современные уповаем на то на что и уповают любой нормальный понимающий верующий в бога человек неважность какого это народа и мы уповаем на его милость милосердие божие и милосердие божие помогло авраму стать на путь праведный милосердие божие привело моисея туда куда привело милосердие божие раскрыла израилю опцию выйти из египта милосердие божие она дала и раскрыла народу тору и сделала народ соучастников божественного труда на земле и когда еще пришел другого качества благодать милость божия раскрылась поэтому нет такого понятия в еврейском подходе к веру к вере и даже в том иудаизме который был во времена ешуа или раннего или даже после него такое понимание о я исполню какую-то заповедь мне это зачтется зачитается нам только то что мы принимаем что бог милостив к нам и не по нашим делам воздаст нам сейчас мы находимся между праздником хага труази хрона труа праздник труб или роша шана по-другому и ем кипуром и в заключительных молитвах ем кипура когда весь народ стоит в посте перед господом основным провозглашением является не по делам нашим господь не по делам нашим но исключительно по твоему милосердию помоги нам и еще один момент ешуа когда-то сказал такие слова что если хоть одна йота ну это маленькая черточка есть в еврейском автоповите есть буква ют самая маленькая есть еще штришок и он про этот штришок здесь даже эта черточка придет из торы то есть я сейчас как бы истолковывают обратно в там он сказал тура земля и небо не приду если будет существовать это черточка я я как бы наоборот истолковую что от стабильности даже этих маленьких черточек в торе стоит и зиждется непоколебимо сотворенный богом мир и таким образом господь как бы говорит что вы когда присоединяетесь к богу израильскому народу через тору то вы по сути становится солью земли и вы можете сохранять упреждать от порчи все что окружает вас окей это такое небо большое сегодня вступление а сейчас я хочу продолжить комментировать разные места писания последовательно в пяти книжей моисея мы дали очень подробно и много места для разбора по книге бытия особенно из жизни патриархов сегодня я достаточно быстро попытаюсь пройти через оставшиеся три с половиной книги пяти книжей моисеева с двадцатой главы мы на двадцатой главе мы для на двадцатой главе исхода закончили прошлый раз свой разбор и я вот какие-то избранные места которые мне показалось важно сакцентировать и даже истолковать их расскажу вам чтобы было больше картины как я уже говорил тура эта штука непознаваемая это уровень невероятный но но на маленьких и не только маленьких народных каких-то событиях которые происходили народом израиля выставлялись какие-то качества в этот мир и это то что не отменяясь никогда и не изменялась и как некоторые говорят иисус пришел отменил там чего-то ничего не не отменял ну он изменил суть жертвоприношения он изменил суть священства сейчас как бы не существует храма нету не левицкого священства не сына варона то есть они есть но они как бы функционировать не могут и он стал первосвященником нового завета главой а все верующие израиль уверовавший в ешуа и те язычники которые прилепились к нему стали священством как и петр говорит вы царственное священство но все принципы все также продолжает работать и для нас как бы по жизни есть тоже самое требование стой свято пусть твой свет светит даже пусть твоя праведность старайся быть более праведным чем книжники и фарисеи то есть старайся показывать что дела святого духа у тебя написаны достаточно глубоко внутри ну ладно давайте сейчас пробежимся по я даже не могу не помню сколько может 15 мест кратко я истолкую их последовательно исход 20 глава с 8 по 10 стих помни день субботний чтобы светить его шесть дней работать и делай всякие дела твои один седьмой суббота господу богу твоему не делай вон и никакого дела ни ты не сын твой не дочь твой не раб твой не рабыня твой не скот вы не пришелец который в жилищах твоих я уже неоднократно делал комментарий в чате и здесь есть четкое повеление народу израиля чтить шаббат и тогда в чате мне стали некоторые писать а чё же мы не евреи но мы тоже прилиплись к израилю нужно ли нам соблюдать шаббат на это на это я вам отвечу двояко есть два подхода к этому делу один подход говорит что на основании деяния апостолов 15 главы не евреям было предложено не исполнять заповеди кроме четверых четырех основных не убей не прелюбодействие не ешь удавленину или дала жертвенное что в принципе то же самое и не желай ближнему того чего себе не желаешь или точнее делай добро это было четыре и многие говорят вот это в основном подход которым должны ориентироваться не евреи потому что в других местах писания допустим апостол павел говорит то что не отцы наши с трудом несли там какие-то ну отцы несли наверно более наворотистые заповеди которые уже там фарисеи или какие-то другие движения развивали но богадоль в большем вот есть такое мнение не евреям ничего другого не надо и даже праздники косвенно могут соблюдать хотя в даже церковной практике когда делают хлебопреломление по сути это элемент пасхальные вечери когда поклоняются в пятьдесятницу господу богу по сути это прославляют бога также задарование слова короче говоря элементы праздников существуют в разносторонней христианской литургии есть другой подход который говорит что там что было дано в деяниях 15 главе это для нас как бы первоначальный шаг а потом мы можем нырнуть глубже и плыть глубже я сторонник первого шага есть кто сторонник другого шага здесь я не вмешиваюсь я вам даю обзор и не даю вам прямое указание как делать есть заповеди где да скажу прямо и по-другому нельзя но вот как бы глобалистки подходить к исполнению митцвод здесь нужно подумать нужно ли тебе хотя я знаю не евреев которые стали исполнять заповеди главное чтобы их не обуревала вот это вот странная штучка вы знаете такое выражение стать более святым чем папа римский то есть я уже будут так это исполнять что посрамлю всех остальных вот это вот как бы не надо это вообще никому не нужно идем дальше исход 20 глава и 19 20 главы исхода это момент очень центральный в книге исход дарование десятиречия это не совсем тора тора была дана уже позднее когда муше спустился с этими скрижалями на них были выбиты слова этого десятиречия но там это произошло я уже истолковал раньше это записано в двенадцатой главе исхода что когда народ вышел из египта израильский народ то есть разные мнения говорят что они вышли вооруженные но я вам тогда привел пример что это противоречит немножко смыслу вооруженные 600 тысяч солдат и побоялись там каких-то пяти тысяч и многие переводят хумаш или хамаш пятая часть и вокруг них было много иноплеменников огромное число которое не могли почитать там один брат в чате начал спорить со мною но не надо со мной спорить ваше мнение я уважаю уважьте мое а двигайтесь так как вы хотите двигаться меня как бы это не пугает ни в коей мере так вот когда они стояли у горы синай и слышали вот эти десять речений то в двадцатой главе семнадцатого по девятнадцатый стих восемнадцатый девятнадцатый их сказано такие слова весь народ видел громы и пламя и звук трубный город дымящуюся увидел то народ отступил стал вдали сказали муше ты говори с ним а мы будем вдали вы знаете здесь интересно что на иврите здесь написано весь народ видел голоса рау колот там написано рау или рот видеть кол это голоса и ортодоксальное толкование не христианское вообще говорит что видели что от горы поднимаются как бы языки пламени говорящего людям на их родном наречии то есть если там с израилем вышло огромное количество племенников 70 народов как говорят толкователи и я вам уже показывал эти 70 народов в бытие в десятой в одиннадцатых главах бытия там во время строительства вавилонской башни то вот здесь эти народы стояли и каждый слышал говорящиеся им те же самые десять заповеди на их родном языке с тех пор говорят что у торы 70 лиц имеется в виду что каждый народ воспринимает это своеобразным образом и для себя понимает ну в основном то же самое но с каким-то нюансом что интересно в деяниях апостола во второй главе когда в этот же самый день праздник шавуот или по-другому переведенная пятидесятница на пятидесятый день шавуот это шавуа семью семь шавуа это семя шавуот это семьью семь сорок девять на пятидесятый день был излит святой дух в иерусалиме в горнице и ученики вышли на улицу то весь иерусалим это был праздничный день туда пришло много евреев разных стран мира поклониться господу богу и для многих из них иврит уже был вторым языком а первым языком был то место где они родились каппадокия или или кия или не знаю где лао дикий а каждый говорим о своем наречии как бы сегодня мы сказали английский французский китайский и так далее и вдруг они говорят о эти люди говорят эти евреи из галилеи исполнили святым духом и говорят нашими языками там так конкретно и написано и там некоторые говорили напились а некоторые говорили такое уже было такое уже было вот почему в первый день пятидесятницы многие из евреев бывших на празднике шавот увидев данное чудо сказали с этими людьми господь бог как был с нашим народом там на синае и еще мне в коментах сказали ну как же вот на сина вот в иерусалиме произошло такое событие и а ты говоришь что какие-то вещи там с израилем происходили более глобалистки да то что случилось на горе сина это было наверное международного уровня действа потому что там гора поднималась и тряслась там было нечто невероятное то что в деяниях написано это случилось в городе в локальной очень локальной части мира или израиля или даже города но результат безусловно разошелся по всему лицу земли именно поэтому в других словах пророков когда они описывают ешуа говорят нецер ме эрец я виша нецер это росток росток из сухой земли но росток вырос разросся и покрыл все то же самое данил говорит видел камень упал разбил этого истукана потом все наполнил то есть я говорю вещи которые видимо были отличались значительно но потом последующий результат понятно что то что с ешуа произошло и с распространением благой вести через него по всем народам земли как бы никто здесь даже конкурировать не может и не собирается я думаю нет нужды в этом исход 23 глава с 9 по 11 стих пришельца не обижай вы знаете душу пришельца потому что сами были пришельцами в земле египетской то ура на протяжении всей главы говорит что пришелец он немного другой все немного другие но ты его уважай ты его уважай потому что ты сам был пришельцем и это дает урок как израилю так и не израилю потому что учитесь у отца нашего аврама который даже после обрезания сидел у входа в шатер и принимал видел гости людей и через гостеприимство как написано в другом месте в новом завете многие приняли гостей оказалось что приняли ангелом но здесь вот как бы вот такой вот четкий урок для нас исход 24 глава с 1 по 10 стих я все здесь читать не буду но здесь написано что надо надо в авиуд это старшие сыновья аарона и 70 старейшин израиля поклонились издали и было слово моши приблизься один а народ пусть не восходит и пошел на руку моши и так же старейшины вот эти пошли подняли с ним на гору и написано потом взошел моши это 9 стих и арон надавы и авиу и 70 старейшин израиля видели бога израилева и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира как само небо ясное на эту тему есть очень много комментариев и некоторые говорят что все те кто кроме моши и арона поднялись туда потом умерли потому что не должно им было видеть я не вижу этого в священных писаниях просто говорю что здесь очень непонятный текст написано с одной стороны невозможно видеть творца и остаться живым а здесь четко написано видели как они его видели сложно понять и вот моши пишет нечто подобное под ногами его его не описывают возможно был в славе исходящие от него не могу понять это до конца исход 25 глава восьмой и девятый стих и устроят мне святилище и буду обитать посреди них все как я показываю тебе образец скинь и образец сосудов все сделайте как я показывал тебе на горе в другом месте есть уточнение данному слову очень интересное место священного писания что когда господь бог требует от моши чтобы народ собрал пожертвования золото серебро драгоценности козьи шкуры краски какие-то и все все такое и построили ему святилище а он будет обитать не в святилище а будет обитать посреди народа израилева и для тех кто подзабыл я на прошлой неделе сравнивал построение скинь и назвал ее мешкан и я истолковал слова которые состоит слово мешкан мэ это мэлэх или царь шин это шофет или судья кав это коген или священник и нун это нызы или пророк и вот как бы и вот из этой идеи вы построите мне святилище а я дам дары разные дары вокруг и когда эти дары будут сбалансировано действовать в народе это будет раскрывать мое присутствие вы знаете думаю что неким образом на сегодняшний день в ефесянах написано каких-то церковных позициях там апостол пророка учите я не люблю все эти титлы но идея такая что бог через разносторонние влияние в народе может прибывать и если руководитель народа и судьи народа и полиция народа и депутаты народа и священники в народе стоят в страхе господним то слава господня покрывает этот народ и говорит с ним к сожалению это сегодня слабо достижимо потому что многие наши и политики и судьи и люди власти и к сожалению церковные люди больше заботятся о том чтобы было им а не том чтобы было в народе и эта тема очень четко под подкреплена новым заветом где сказано в последние дни будут люди более сребролюбивы чем бога богоискательные и прочее прочее и здесь на молитва всех людей мы хотим скинию мы хотим чтобы господь был посреди нас и чтобы его правильное присутствие высвобождало разные дары в среде народа и чтобы исцелялась эта земля окей исход 28 глава здесь рассказывается 1 2 стих возьми арона выведи их среды пусть они будут мне священниками арон и его дети сделаем специальные одежды то есть мы видим как господь бог дает какое-то отделение от народа и идея отделения присутствует священных писаниях от книги бытия до книги откровения в бытие там были разделены тьма цвета суша от воды там были разделены одни животные от других животных потом вводится и не идея кашрута кошерная не кошерная пища здесь священство отделено позднее мы будем читать как бог отделяет для себя левитов я хочу сказать что в формате нового завета мы должны понимать что мы живя в этом мире все-таки отделены от него это должно определять наш статус наш стандарт наше поведение то чему мы хотим учить наших детей как мы должны вообще жить исход 31 глава с 1 по 5 стих и сказал господь муж и говоря смотри назначаю именно веселила сына уриева сына орова из колена иудина я исполни его духом мудрости разумения и так далее веселил или на иврите бецалель бецалель переводится с иврита бе это в цель это тень эль в тени божьей то есть у бецалеля веселил или на на василий переведено по-русски ну в греческом или русском таком кири на кириллице скажем оно бецалель это человек который шел рядом с муше и как будто чувствовал что муше видел на горе я думаю что здесь очень явный характер людей которые хотят быть активными в общине и я как руководитель общины иногда чувствую что вот здорово когда кто-то тебя понимает вот даже не совсем со слов а просто чувствует и делает это пускай по-своему я хочу ободрить всех вас участников разных общин мессианских христианских церквей вот будем все как бецалель тогда скиния тогда служение господу будет строиться короче говоря муше там на горе и он получает инструкции от бога и мы знаем что получил от господа богом сделанные скрижали две скрижали с надписями над ними кстати здесь я хочу сказать интересную вещь по этим двум скрижалям некоторые считают что там на каждой из них было по 5 заповедей есть другое мнение в дни древние когда какой-то человек согласен какой-то царь соглашался стать вассальным какому-то большому царю императору законы высекались или записывались совершенно одинаково на двух документ на двух табличках или на двух каменных скрижалях и на двух папирусах и один был у одного а другой другого так же как сегодня делаются сделки с адвокатами и тебе один до часть договора другой копия договора там покупатель или продавцу твоему и вот некоторые считают что это были две одинаковые таблички и на них было как бы договор одна из табличек принадлежала народу израилева по договору который подписывал от лица израиля муша а другая принадлежала господу богу но господь говорит я доверяю тебе обе таблички храни внизу но пока муша там по ним принимал таблички в народе случилась большая беда по всей видимости так говорит интерпретация и это можно видеть из текста 32 глава люди видя что мы еще муша долго нету стали провоцировать арона типа горяченького нам подавай и он сломался и сделал им литого тельца из золота и интересно если здесь текст читаете на иврите там написано что этот телец вышел то есть там было какого-то уровня колдовство которое наверное как говорят толкователи эр и врав пришельцы которые были посреди израиля владели какой-то магией сделали тельца там началась оргия муша спускается вниз весь в шоке 32 глава 1 4 стих а 32 глава 15 16 стих и обратился муша и сошел с горы и в руках у него две скрижали и там были письмена божьи и он разгневался и это и и разбил их и он сказал кто господин ко мне давайте будем поражать нечестивцев очень интересно многие верующие ратующие за пацифизм они говорят написано в торе вашей не убей как же муша мог спустившись говорит левитам возьмите мечи поражайте тех кто поклоняется идолам убивайте их там в на в заповеди написано альтерцах рецах это криминальное убийство а может это арго там делайте возмездие орыг это другой вид это убийство санкционированная творцом к сожалению с громадному сожалению должен сказать что такие вещи да существуют и те кто из вас считают библию иногда ужасаются когда господь говорит народу израилева ты будешь для истребления от мала до велика в том или в другом народе обычно это касалось семих анонейских народов из-за того что они были прокляты ноем еще и наделали много делов против божьих стандартов потому что не сразу бог высвободил уничтожение даже для этих народов которые были по умолчанию от начала обречены но еще аврааму говорил еще не наполнилась мел мерах и те в ивусеев и так далее семь народов мы двигаемся дальше переходим в книгу левит левит так она и названа левит на еврите вайкра вайкра донай но левит это больше книга для служа для служителей для священников для левитов потому что здесь есть целый ряд жертвоприношений и очень интересно читать эти жертвоприношения я не буду касаться их глубоко но они почти все тем или иным образом пророчествуют об искуплении и очень многие из этих жертв не все но многие из них показывают на жертву машиаха и принес приношение от народа и взял от народа козла за грех и заколол его и принес его в грех в жертву за грех как и прежнего и принес все сожжение только почитайте как приносились жертвы за грех и окей одну секунду окей здесь есть еще одна темка которую я очень хотел поднять потому что она не простая одну секунду я хочу открыть левит восьмую главу почему-то у меня здесь она не отпечаталась так как я хотел момент я хочу прочитать историю про надава и авиуда потому что многие с трудом понимают этот текст они внесли чуждый огонь и там есть о чем поговорить опять таки я не буду уж очень подробно на эту тему говорить но все таки девятая глава вот как я начал читать с 15 по 24 стих когда муж и учит народ точнее священника ворона его детей как делать жертвоприношение не делать это жертвоприношение там получается что-то очень крутое и весь народ просто в шоке стоит потому что глава девятая заканчивается словами такими и и вышли и вошли муше и арон с кинью собрание вышли благословили народ 23 и явила слава господня всему народу то есть до этого слава господня тоже являлась когда была дарована тора но здесь они вот как бы уже в скинии стоят они здесь уже сами что-то делают для поклонения там как бы бог им приходил как говорится по благодати то чем я говорил самом начале но в данных стихах они делают какие-то вещи каким господь описал и вот воздаяние слава господня пришла ко всему народу и вышел огонь от господа и сжег все что там было на жертвенке и тук и видел народ и восклицал от радости и пала на лицо свое то есть там был страх господень я уже неоднократно научил вы можете зайти на наш сайт оазис я там рассказываю про праздники эти все праздничные даты это не было просто какая-то номенклатурная дата вот в этот день встретимся с господом богом или встретимся ради господа бога это были дни когда встречались творцом и интенсивно соприкасались с ним вот ожидая вот такого переживания язычники получали свои переживания а народ израиля свои переживания но следующая глава очень странная она начинается с того что он дав и авиу цены ароновы взяли каждый свою кодильницу и положили в нее огня и вошли туда это был неправильный огонь перед господом и вышел огонь и убил их и третий стих очень интересный сказал муше арону вот о чем говорил господь когда сказал в приближающихся ко мне освещусь и пред всем народом прославлю арон молчал ну во первых я так скажу я уверен что меня прокомментируют и положительно и отрицательно на в чате за эти слова но на эти слова на поступок на дава и авиуда смотрят по-разному некоторые говорят они принесли чужды огонь и вот просто возмездие пришло и наказала их еще ниже написано и не пей крепких напитков а они еще очень пьяные туда зашли поэтому не пей крепких напитков другие читают немножко ниже написано в не входи просто так и абы кто туда за завесу вообще только в один день может арон войти то есть приходит устав о йом кипуру дни искупления или дни жертвоприношений и эта задача только первосвященника а тут вдруг на тебе двое зашли и за это они пострадали это одна точка зрения есть другая точка зрения это точка зрения связана с еврейским концептом который называется кит душ щема донай освящение имя имени всевышнего или ради имени всевышнего ради господа я готов на все но это вот если так вот по-русски говорить мы видим что авраам был готов ради имени господа на все он даже готов был убить своего сына его сын ради имени освящения имени господа был тоже готов на все он пошел на жертвенник иаков он кинулся драться с ангелом он как бы шел он мог собрать свое богатство и пойти куда-нибудь в уганду и сделать то что советовали герцелю и обосновать еврейское государство в уганде без связи своим старшим братом и савом не подвергая себе опасности но его тянуло в эрец израэль в его землю и он шел не смог это бы это ради имени господа потому что для бога или во имя господа это делается к примеру даниил сколько раз его из-за того что отказывался перед царем поклониться там или идолу поклониться готов был умереть мишех сидрах и авденаго которые тоже были готовы то есть масса таких людей еще а господь наш ради имени ради чаши которую господь дал ему пошел на смерть и очень интересно очень интересно наверное не многие из вас знают что примерно во времена ешуа или там немножко позднее первосвященники в храме менялись практически каждый год и как бы и по своей воле и как бы не по своей воле то есть было всегда много претендентов на должность первосвященника но они умирали каждый год ну вот так вот записано в старых книгах умирали потому что их святость не дотягивала или 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 почему было все равно много претендентов как бы если ты знаешь я займу эту почетную должность первосвященника а на следующий год я умру то почему все таки люди хотели и очень ревновали чтобы стать первосвященником даже зная что они ну как бы не сто процентов достойны они чувствовали себя как бы жертвой ради оправдания народа потому что еще в торе если вы почитаете про города убежища не буду сейчас про это упоминать там могли содержаться неумышленные убийцы до дня смерти первосвященника потому что смерть первосвященника как бы искупала их короче говоря по всей видимости надо выявил вот эту тему кедуш чем адонай знали очень четко и некоторые говорят я сейчас покажу вам почему что их не святость пред господом даже была покруче чем святость моше и арона и когда они пришли перед господом они как будто сказали мы себя даем только бы ты дал особенное благословение или то о чем еще молился да будет воля твоя на земле как и на небе скорее как мы знаем это и сказал моше и арону 3 стих 10 главы вот о чем говорил господь когда сказал в приближающийся ко мне освещусь и пред всем народом прославлюсь аарон молчал то есть моше и аарон наверное думали или разговаривали между собой что вот они самые достойные кандидатуры и они чаще других приближаются к господу а тут себе на надав и а ведут удостоились такой чести то есть сделали какой-то мессианский поступок и многие скажут как такое вообще возможно бог против человеческих жертвоприношений я знаю что абсолютно против но однажды он был за с авраамом и еще раз он был за уже со своим сыном и возможно надав и авиу они чувствовали вот эту вот динамику я скажу такое грубоватое слово движуху мессианскую и были наполнены этим хотя хотя можно и так толковать можно толковать и иначе и у вас на это тоже есть право никаких проблем нету левит 13 глава с 1 по 3 стих начинается с прошлой главы там где про нечистоту рождающей женщины но в 13 главе сказано и сказал господь муж и аарону когда у кого появится на коже тело его опухоль или лишали пятно как бы язва проказы то нужно привести его к аарону священнику потом или к одному из сынов его ну во первых эти стихи учат нас что священники или точнее коганим сына и аарона практически там при скинии получали ну мягко говоря высшее медицинское образование потому что могли делать какие-то советы но у проказы про которую здесь рассказывается есть очень интересная особенность она на иврите называется митсура и как многие говорят это другая проказа чем та которую мы знаем под названием лепро лепрозорий как что-то заразное это проказа была одновременно и наказанием и помилованием от господа всякому человеку который осквернял свой язык или скверно или или лжесвидетельством или сплетней о другом человеке и даже слова митсура или проказа по его на иврите переводится или раскладывается на другие развода раскладывается муци лошон ра то есть абвиатура это как бы сокращение трех слов муци лошон ра то есть кто-то выпускает злой язык он поражается этими пятнами белыми на теле очень интересно но геродот один греческий историк в одной из своих записей писал что в персии территория современного ирана существовала странная вещь когда кто-то занимался лжесвидетельством его лицо покрывалась белыми пятнами и когда он шел по улице люди сразу тыкали на него пальцами и говорю вот он лжесвидетель обманщик не связывайтесь этим человеком здесь мы видим чего-то подобное но очень интересно если вы почитаете историю митсуры там брали человека определяли его как нечистым если на нем было проказа сразу все было понятно или сплетник или 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 лжесвидетель и удаляли его от общества в так называемый карантин вот подобно как мы сегодня все сидим сейчас в израиле в карантине и он должен был быть отделен от общества не для того чтобы не заразить проказа вот это вот которая записана в левит 13 главе она не была заразной но чтобы человеку дать возможность покаяться и исправиться и когда он каялся исправлялся его там обрывали обливали водой пролив кровью жертвы какой-то птицы и священник опять осматривал его вы знаете вот это выражение когда еще говорит новом завете что об одном кающимся жертвенники радуются на небесах больше он про берет эту аналогию с человека который был обвинен силой небес в лжесвидетельстве или сплетни и потом был помилован но с другой стороны эти слова учат нас что нам нужно быть очень аккуратным с нашим языком и может быть сегодня проказа не поражает вот эти белые пятна людей таким образом но уж точно все со стороны начинают видеть когда что-то в нем или с ним или с его начинает происходить поэтому нам очень важно смотреть за своими устами окей вот я уже повторюсь шли вид 16 глава с 1 2 стиха и говорил господь муж и по смерти двух сыновей арона и говорил скажи арону брат его чтобы не во всякое время ходил во святилище за завесу перед крышку что на ковчеге дабы ему не умереть ибо над крышкой я являться буду в облаке здесь идет установление емки пура леви 23 глава это такая introduction введение в праздники господни над всеми праздниками как бы находится шаббат потому что он своими элементами включен во все праздники и дальше идут праздники опять-таки я сейчас на нашем сайте уазис виду как раз разговор о праздниках поэтому кому интересно зайдите туда уазис медиа напишите oasis media.tv и вы попадете и здесь вот как бы идет разговор о шаббате еще о семи праздниках первый это песок потом мацот пресный хлеб праздник первых плодов которые соединяются в один праздник следующим идет праздник шавуот и следующая тройка это труп вот который был сейчас емки пур и праздник сукот или tabernacles как он кущи тоже идет тройкой и льви 23 глава потом в числах еще раз его второзаконии еще раз эти праздники выставляются как праздники господни в поколение вечные ну и опять таки те из нас кто принадлежат израилю по крови это призвание делать как мы понимаем делать всем остальным решайте сами наверное будет здорово если вы будете делать эти праздники потому что есть большое благословение мы переходим в книгу числа я проскакиваю главы и не касаюсь всех моментов если у вас будут какие-то вопросы вы напишите в чате местописание если я буду знать как я его истолкую нет я попрошу более мудрых братьев помочь мне истолковать то или другое место книга чисел или на иврите бэмидбар в пустыне знаете слово мидбар на иврите очень звучное и оно сопоставимо со словом лидабер говорить и все кто там побывал в пустыне и авраам и моши и еще наш господь со всеми говорил господь бэмидбар к сожалению книга бэмидбар или числа это книга проблем или к радости потому что здесь у нас есть большая опция учиться на проблемах наших праотцов чаще всего мы не учимся но все-таки еще один раз хочу сказать стоит учиться бэмидбар я сразу прыгаю в числа 6 с 1 по 5 стих и здесь законы о назарействе и я опять-таки видел в чате некоторые разговоры ешуа иисус он был назареем вы знаете я думаю что больше назареем был йоханан амадбиль иан креститель были ешуа назареем может быть может быть и нет почему он называется ешуа а нацри не ноцри а нацри потому что он вырос в городе нацерет и было пророчество что он подобно нецеру или отростку в сухой земле назарей это что-то другое но я опять про ешуа хочу пару слов сказать не женился ну он выбрал для себя не жениться потому что знал наверное пророчески краткость своей жизни и не хотел оставлять после себя вдову ну это один из примеров некоторые могут сказать он не хотел допустить каких-то сексуальных отношений с женщиной вполне возможно но по писанию мы четко видим что вот эта штука которая посещает каждого молодого парня и молодую девушку когда есть эти гормональные штуки и ты глазами ищешь и можешь искушаться через свои глаза мы читаем в новом завете что противостоял греху устоял прошел через все даже до смерти крестной то есть он смог победить упованием на господа на слово на святой дух мы же благодаря его жертве получаем прощение там где мы не могли выстоять но касаясь назарейства я не уверен были еще назарей если у вас свое мнение есть какое-то вы можете его высказать все нормально числа 7 глава 10 12 стих я 11 12 стих сказал господь муше по одному начальнику в день пусть приносит приношение свое для освящения жертвенит а в первый день принес приношение свое на сон сын амиада а минадава от колена иудина поэтому человеку есть интересный мидраж некоторые считают что он был как раз тем человеком который когда муше простер свою палку жезл чтобы море раступилась она не раступалась на сон прыгнул в воду и когда он пошел вперед то написано волны испугались это написано в псалме 113 1 по 4 стих я хочу сделать такое немножко отступление от серьезной системы и вышел израиль из египта дом иакова из народа иноплеменного иуда тогда в тот день сделался святыни его израиль владением его море увидела и побежала и ордан обратился назад горы прыгали как овны и холмы как агнцы некоторые толкуют что вот на на сон был вот как раз причиной того и именно поэтому иуда сделался святыней правильно ли так толковать не знаю я но хотел дать вам некоторое такое отступление окей числа восьмая глава с 15 по 18 стих здесь господь опять делает отделение помните я вам говорю о разделении всегда существует разделение и нам не надо всегда походить на других людей возможно мы отделены для чего-то не надо конечно для этого нос поднимать потому что гордым бог противится но здесь сказано я беру левитов они мои взял левитов вместо всех первенцев у сынов израиля и вот с того момента левий который так уже многократно доказывал свою святость пред господом оказался официально выделены целым племенем которые должны были учить народ служить в храме заниматься вещами чтобы народ получал духовное просвещение числа 9 глава с 5 по 11 стих интересное место которое важно вам услышать и совершили они песок в первый месяц 14 день месяца шестой стих но были люди которые были нечисты от прикосновения к мертвым телам и не могли совершать пасху песок пришли к муше говорит что нам делать и господь им сказал 9 стих если кто из вас и потомках ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу или будет дальней дороге то и он должен совершить песок господень в 14 день второго месяца на следующий месяц это как бы нам дается четкое указание что некоторые я пропустил ты никогда ничего не пропустишь если у тебя есть желание и стремление господу всегда есть дополнительный шанс ok числа 11 глава тут начинается проблемы народ стал роптать и против господа и господь стал поражать их это в первом стихе а во в четвертом стихе следующее народ пришельцы то есть те евро встали обнаруживать прихоти говорили там у нас были даром огурцы дыни лук репчатый лук чеснок а ныне наша душа изнывает манна только в наших глазах надоело и опять у них начались там стихновение наказания муше это все стоило дорогой крови я просто назвал что числа это это глава проблем я не хочу вникать сейчас в суть этих у нас будет еще над каким над какой с проблемой войти в суть следующая проблема числа 12 1 по 10 стих и упрекали мариам или мирием и арон муше за его жену ифиоплянку которую он взял ибо он взял за себя ифиоплянку здесь очень сложно понять про кого они говорят или он взял себе вторую жену или это про ту же самую но многие говорят что это та же самая ципора а почему ифиоплянка помните такую песню там смуглянка молдаванка собирает виноград но наверное все помнят это такая советская песня так вот в некотором смысле хоть мой народ жил на ближнем востоке почти всегда наверное они все все таки были достаточно бледнолицые и даже рыжеватые ну светлые короче говоря помните царь давид рыжий был там так и написано от муми а те кто были смуглянки или ифиоплянки они были как бы супер таки и идея здесь такова что мирием стала осуждать муше за то что он все время проводит в скинии собрания а чтобы быть скинии собрания тебе нужно соблюдать некую святость дополнительную и удерживаться помните когда народ израилев должен был получить тору то все должны были три дня воздерживаться от интимных отношений и она по-другому говорит муше ты почему избегаешь интимных отношений своей женой она же у тебя красавица смуглянка чё ты ее мучаешь и это не было их дело но по всей видимости мириам решила показать что она крутая старшая сестра и еще при том пророчится а муше наверно в семейных разговорах всегда избирал молчаливый дух но господь за него вступился и помните я уже рассказывал про ме цура проказа му цила шон ра ты выдаешь из себя злоречия и господь наказал мирием и написано девятый стих этой же главы и воспомнился гнев господа на них и он отошел облако отошло от скини и вот мирием покрылась проказой как снегом а рон взглянул на мирием он был просто в шоке и он стал упрашивать муше что тот скорее скорее пошел молиться но господь сказал 7 дней читаем дальше следующая проблема ну как бы с проблемой там бунтовали за мясо и за огурцы и за выпечку потом мирием а сейчас 12 соглядатаев я здесь не буду глубоко входить в эту ситуацию но здесь есть очень интересная тема и сказал со второго стиха сказано 13 глава чисел и сказал господь муше пошли от себя людей чтобы высмотрели землю то есть господь говорит муше во второзаконии сказано что вы пришли ко мне и сказали идем высмотрим а я не хотел но вы меня просто чуть ли не уговорили а здесь господь сказал муше почему такое как бы противопоставление знаете это как на фирме какой-нибудь кто-то из сотрудников сделал какую-то ошибку и проблемы а кто виноват не он виноват всегда или хозяин или руководство и вот здесь господь и муше выставляют себя виноватыми за то что кто-то сделал чего-то но история здесь рассказывает что не было нужды в этих исследованиях потому что господь многократно доказал что он защищает израиль особенным образом все же колено лидеры настояли выставили особенных людей умных людей лидеров колен и они пошли исследовать землю результат вы знаете только одно место хочу указать вам 17 стих этой главы вот имена мужей там перечислены были все имена которых моши послал высмотреть землю и назвал моши гошею ли оси ю сына на вина его шуа моши меняет имя ось гошея на его шуа ну наверное чтобы имя защитило этого человека с тех пор еврейской среде есть такая традиция что когда есть и нужда в каким-то переменам человек может даже там болеет или что может поменять имя в данном случае он дает имя его оси его шуа имя его шуа обозначает господь спасение моё и и это самое имя потом уже использовалось во времена второго храма но в те времена когда его шуа бен-нун и лисус навин был назван именем его шуа они позволяли себе стетра грамматона юд-гей-вав-гей из четырех букв три брать в имя во времена второго храма они как бы решили повысить рамку святости и не брали больше чем две буквы стетра грамматона чтобы называть человека поэтому когда наш господь родился у мирием то она по согласованию со своим мужем иосефом по откровению ангела уже не назвали его его шуа а назвали ешуа и некоторые вот пишут там ехошуа наш господь ешуа и ешуа ну если по-русски написать так по крайней мере это произносится окей числа шестнадцатая глава с первого по одиннадцатый стих и здесь конечно самая такая серьезная драма корах или корей сын и цгара сын кафов сын левинс и дофан и аверон сыны или ава и авнан сын фальва сыны рувимов и то есть корей из высокопоставленных сыновей колено левия и первенцы рувима затеяли бунт и суть бунта заключалась все об это третий стих все общество все святы и среди всех господь вообще там был такого уровня бунт что он мог расколоть народ муше конечно был в шоке от всего этого в очередной раз и опять таки мы видим что господь вступился и мы читаем в этих главах как в состязаниях расцвел жезл аарона и как случились там самые разные знамения как корей продолжал игнорировать муше и не пожелал покаяться и разверзлась земля и поглотила их страшное событие жесткое событие но что интересно что я хочу почему я хотел подчеркнуть это место в псалмах есть псалмы сынов кореевых то есть и по всей видимости там там написано и корей и все что было у него упало в преисподнюю земли но есть мнение что сыновья отошли от отца в это время сказали мы не поддерживаем твой бунт и вы знаете только подумайте эти люди оказались посреди народа там где прошел бунт и бунт был подавлен творцом небес и поверьте что хоть там и святость была но и на них повешали ярлыки и говорили а это эти сыновья этого короха корея что значит милость господа восстанавливающая до такой степени что он или они сыны корея стали писать псалмы прославляющие господа и они вошли в книгу которая никогда не прекратит свое существование числа 20 глава с 1 по 13 стих и этот отрывок я назвал христа не распинают дважды здесь рассказывается что мирием умерла по некоторым полкованиям у нее был пророческий дар которым она водила людей в те места где были обильные источники воды а если мы учтем что там было огромное количество людей из скота то им нужно было огромное количество воды и вот не было воды и общество собралось против моши и арона возроптали и господь их подвел к скале и сказал простри жезл к скале но арон не выдержал и ударил скалу и вот за это вот дело не вошел в землю обетованную ну как бы вот сурово сурово знаете есть грехи к смерти есть грехи не к смерти но даже те которые не к смерти если мы в них очень сильно переигрываем иногда не знаем где граница именно поэтому писания заставляют нас всегда смотреть за своей святостью окей дальше народ Израиля входит в драки серьезные войны и вы знаете я родился в Белоруссии и очень часто слышал как некоторые белорусы смеялись надо мной и говорили вы евреи во время войны были в Ташкенте это правда женщины и дети были в эвакуации потому что иначе их просто бы всех сожгли два моих деда воевали один погиб на войне один вернулся после войны абсолютно изранены и честно вам хочу сказать я живу в Израиле уже 30 лет Израиль это не та страна и евреи не тот народ который не боевой народ очень боевой всегда ими были я как-то слышал лекции одного историка и он рассказывал что еврейские группы нанимали для охраны особо определенных мест этим занимались занимали евреев и египтяне и вавилоняне и вот здесь мы читаем очень интересную вещь и послал Исраиль послов Сигону царю Амарейскому Амареи кто такие эти Амареи Амареи это были гиганты когда римский император завоевал Иерусалим один из раввинов завел его в пещеру и сказал если бы не Бог отвернулся от нас мы бы победили вас как мы победили Амареев а в пещере лежали скелеты по 8-9 метров длины это были Амареи и Сигон был один из них и здесь рассказывается история как народ Израиля пошел и победил этих великанов число 22 глава здесь мы видим следующую проблему которая случается с нашим народом и здесь рассказывается что народ Израиля продвигался в сторону Эрец Амуфтаха земле обитованной и должны были пройти по территории Мавы это сегодня там где Иордания находится и там жили родичи муавитяне муавитяне и они услышали что Израиль сделал с Амареями и позвали Валака Валак был там один из лидеров царей на тот момент и он обратился к медианам и медиантиане сказали ему вы почему к медиантианам потому что там Моше провел 40 лет и возможно типа он дал бы им лучший совет как справиться с Моше но мадиатяне не знали что им посоветовать и говорили позовите лучше Беляма Белям или Валак по-русски о прошу прощения Валаам Белям по-русски он был посреди язычников подобно Моше посреди Израиля то есть человек с громадной властью духовной и многие спрашивают как такой человек там написано слышал Бога он был тоже про-про-про-про-про сына Враама как некоторые говорят поэтому слышал Бога как он мог слыша Бога пойти проклинать Израиль смог деньги деньги помните он сказал даже если дадите мне весь полный дом серебра и злата то все равно не пойду с ними ну когда он сказал если полный дом дадите то определил где-то свою цену они дали ему дом и комнату с деньгами и он согласился пойти и когда он пришел то что не делал ничего не получалось он пытался проклясть и все его проклятия превратились в благословение благодаря силе творца и расположенности творца к Израилю но что интересно эти вот в кавычках проклятия Беляма на сегодняшний день записаны как прославляющие слова в Сидуре в нашей молитвеннике в котором есть эти провозглашения что Бог он с Израилем не видно бедствия в Иакове незаметно несчастье в Израиле Господь Бог его с ним и трубный царский звук у него окей но потом когда не получилось духовно Белям дает ложный ложный ну как бы не ложный он дал хитрый совет Балаку и они привезли царских дочерей из языческих народов этих окружных и ими соблазнили Израиль а точнее лидеров Израиля поклоняться Балфигору и тогда началась просто моровая язва посреди Израиля и эти вот вещи говорят нам что каждый из нас должен смотреть за своим не только духовным но и духовно-физическим состоянием не думая что мы там скажем господи прости меня и все но это вот нам нужно держаться стандарта держаться стандарта и в первом послании Иоанна еще никто не отменял эти слова что в мире в этом похоть очей то бишь зависть похоть плоти то есть сексуальные какие-то вещи и гордость житейская когда мы задираем нос считая себя непонятно кем окей мы закончили я больше не буду комментировать числа я хочу зайти в второзаконие и у меня во второзаконии всего лишь несколько мест но хочу ими тоже сказать я наверное закончу на этом вопрос восстановления второй шаг восстановления когда народ стал раскрытым божьей силе чтобы через него проистекало исцеление в творении и понятно что все это на каком-то ограниченном зачаточном наверное уровне но в один день это все изменит мир второзаконие третья глава они пошли к вассану и выставили против нас на войну Ог царь вассанский Муше вспоминает здесь вещь Ог тоже был великаном и сопоставимо с сигоном царем Амуры и они победили Ога хоть страшно боялись связываться с ними со всеми второзаконие пятая глава со второго по шестой стих очень центральный в Библии Господь Бог наш поставил с нами завет на Хорев не с отцами нашими поставил Господь заветей но с нами которые здесь сегодня живы здесь мы читаем что Муше стоит не с теми кто вышел из Египта те уже умерли все там кроме них остался Муше может быть кто-то из левитов и Калев и Гошуа Бенун все остальные умерли но тут Муше говорит невероятные слова он говорит вы стояли там и это место позволяет комментаторам предположить и наверное не не случайно что когда Господь из пламени огня говорил к народу Израиля все потенциальные души Израиля стояли там и я лично думаю это мое мнение и если меня там кто-то скажет я не согласен нормально когда Иоанн креститель говорит про Ишуа сей идет и будет крестить вас огнем и духом то духом мы понимаем что такое духом а огнем это напомнить вам что к вам говорил Господь что вы дети Израиля и должны ходить перед Господом Богом и вспомнить вот эти вот вещи что ты будешь бороться с Богом когда будешь забывать его но ты станешь его князем его представителем на земле когда будешь следовать за ним помните как я толковал про изменение имени Якова вернитесь несколько уроков назад и послушайте второзаконие шестая глава здесь величайшее провозглашение шма Исраэль адона элухей ну адона эхад и начинают спекулировать словами он один есть един есть один там написано эхад один Бог один в его один включено много и я сейчас не хочу говорить о абсолютной божественности Ишуа Машеха но не надо накручивать и вставлять тройки пятерки там где нету их а божественности Машеха есть много других мест и не надо раздувать слово один и подразумевая что двое стали одной плотью ну можно и так конечно комбинировать но это не то мы поклоняемся одному Творцу и приходим к нему во имя его божественного сына Ишуа Машеха и приходим под действием Божьего Духа Духа Святости которым он нас привлекает к себе и так говорят священные писания но люди любят накручивать и со всего раздувать всякие истории и я не хочу как бы не не хочу называть ничьи имена но это нет нужды усложнять что непознаваемо а Господь Бог есть превыше всего и его разум это не наш разум так по крайней мере сказано с 13 главы в 13 и 18 главах есть очень интересные стихи с 1 по 5 и 13 восстанет если восстанет среди пророк или сновидец и покажет чудо и скажем пойдем служить другим богам убей его не надо сегодня никого убивать выгони его вон если он покажет чудо и скажет за Господом идите и он покажет вам правильный пример поведения то надо исследовать его пророчество второзаконие 18 глава еще круче говорит и я считаю что 18 глава с 15 по 20 стих это прямое указание на Иешуа пророка из среды тебя из братьев твоих как меня воздвигнет тебе Господь Бог 15 стих пророка или вождя по разному можно читать это место его слушайте и как ты просил у Господа Бога твоего прихоре в день собрания да не услышу впредь глаза Господа не хочу услышать не могу услышать голос сходящий с горы ты лучше слушай Бог говорит я приведу моего сына и он будет как бы трансформатором между мной и вами его услышите и сказал мне Господь хорошо что они так говорили то есть страхом наполнились и 18 стих 18 стих 18 главы второзакония я воздвигну им пророка из среды братьевых такого как ты и вложу слова мои в уста его и он будет говорить им все что я расповелю ему и кто не послушает слов моих которые пророк тот будет говорить моим именем с того я взыщу то есть здесь вот указание что в один день придет вот этот супер пророк не тот который будет прорицать каких-то много-много слов правильных слов как Исаия и Иеремия который раздвинет тьму и покажет путь помните как Ишуа сказал я есть путь истина и жизнь и я вот не только я многие мессианские говорят вот это вот очень четкое указание на Ишуа я хочу закончить второзакониям 34 глава с 1 по 6 стих Моше взошел на вершину горы Фазги что против Иерихона Господь показал ему там наверное просветил очи его он видел всю землю которую он должен был увидеть и умер Моше раб Господень в земле Моава по слову Господню и погребен там в земле Моавицкой против Верхов и никто не знает места погребения его даже до сего дня мы читаем некоторые Мидрашим в Новом Завете когда Сатан и Архангел спорили о теле Моисея Архангел говорит ему да запретит тебе Господь Сатан даже не думай здесь делать монументы не прикасайся к этому телу оно будет лежать в земле и станет прахом и никто не будет поклоняться Моше будут поклоняться только Творцу но вот я сделал такой быстрый обзор книги Пятикнижие и я про Тору говорил всего два урока но еще раз повторюсь суть ее что принципы маленькие и большие уставы законы понимаемые уставы и непонимаемые уставы народ Израиля исполняя просто вносил в творение силу Господа подготавливая землю к следующему шагу о нем поговорим далее и ну понятно мы будем говорить Ешуа Израиль родил Ешуа Ешуа это не безнациональный человек я когда-то слышал от одного человека Израиль или Мария это были просто пробирка для него то есть его могли в любой другой стеклянной пробирке по слову Господню я не верю в такую чушь по другому не могу эти слова назвать потому что даже в книге откровения говорится корень Давида корень Иуды то есть вся эта идея помните я вам говорил про цепь цепь Авраам Ицхак Яков потом дети Якова потом как Тамар пыталась ворваться туда и ворвалась и Перец родился и далее и далее и далее и потом и Давид и Соломон и так далее и Ешуа родился народ Израиля не был пробиркой народ Израиля это подобно реке и Ешуа это та вода которую эта река поднимает чтобы она омыла все остальные народы исцеляя их раскрываем свет Божий об этом поговорим в следующий раз я хочу закончить молитвой мы приходим к Йом Кипуру 2020 года и моя молитва чтобы каждый из вас посредством жертвы Машиеха еще больше приблизился к Господу Богу у кого из вас есть силы поститься в этот день в молитве за Израиль чтобы милость Божья сошла на Израиль потому что если в Израиле случится много света то еще больше света произойдется на всю остальную землю любим вас шалом вам из Сиона и пусть Господь обильно всех благословит я сегодня немножко затянул урок и вместо часа сделал час 18 но надеюсь вы на меня не обидитесь шалом вам всем субтитры